Вот, и хочу еще поговорить про эмпатию, то есть как понимать друг друга. Это, помните, мы сначала говорили о том, как донести информацию до другого человека, а теперь как получить информацию, как воспринять информацию от другого человека. То есть я говорила про то, что для того, чтобы это сделать, надо его сначала расспросить, потом послушать и после этого еще понять. Вот. Но, честно говоря, для меня это настолько какая-то вообще просто самая очевидная тема. Ну, то есть моя работа это и есть вот эта штучка, то есть я очень хорошо научилась это делать, и пока я научилась, я уже забыла, что все другие этого не умеют. Знаете, как мне кажется, что, ну, понятное дело же, что все же такие, да, как я, тем более у меня еще муж тоже такую профессию имеет, и мы с ним сидим такие и понимаем всех, и друг друга, и мне кажется, что уже весь мир такой. И поэтому я думала, что это вообще такая тема неважная. Вот. Но, например, когда я общаюсь с какими-то своими друзьями или еще какими-то людьми, я понимаю, что все настолько некачественно друг другу оказывают вот эту вот услугу, скажем так, да, почему такое происходит. И я начала вспоминать, как у меня было до того, как я начала осваивать этот навык. Когда я общалась, например, со своими друзьями какими-то, да, в подростковом возрасте, я им просто, например, рассказываю что-то, а они сразу раз и дают там свою оценку какую-то, или какой-нибудь совет дают, вот. И в чем, собственно, заключается ошибка людей, когда они пытаются понять другого человека. Во-первых, посмотрите, как строится коммуникация, да, вот, например, вы что-то рассказываете другому человеку, а он, во-первых, воспринимает ваш рассказ уже как готовую историю, уже как конечный результат, воспринимает ее за чистую монету. То есть мы переоцениваем способность другого человека вообще при помощи интроспекции разложить все по полочкам и понять что-то, да. То есть мы думаем, что он уже сам все понял и рассказывает нам уже конечный результат. А на самом деле, что он, собственно говоря, с вами делится-то, да? Потому что он сам ничего не понимает, и ему надо как раз это рассказать, и только в процессе этого рассказа он это поймет. То есть когда он что-то нам говорит, это не конечная история, это только верхушка айсберга. И еще при этом она может быть и то в искаженной какой-то завуалированной форме, потому что он до конца это не осознает. Это как сейчас такая смешнявка, мне нравится в фейсбуке. Типа, ты меня понимаешь, да? Объясни мне тоже. Вот. Второе, это когда вот нам человек что-то рассказывает, и вот он нам рассказал, мы думаем, что ой, я ему должен сейчас что-то ответить, да? То есть мы начинаем суетиться, и у нас возникает представление, что мы должны что-то дать этому человеку, обязательно должны что-то дать. И что же мы начинаем давать? Мы начинаем давать совет, обязательно. Или мы начинаем его утешать, то есть успокаивать, поддерживать, подбадривать, то есть докидывать туда позитива в эту кучу. В эту кучу навоза мы туда кидаем пару ложечек меда. Вместо того, чтобы ее разгрести, да? Допустим, у нее там все очистилось. Вот. Третье. Мы начинаем поучать. И четвертое. Это рассказывать какие-то аналогичные случаи и ситуации, которые произошли там, да? И которые можно сюда как-то привязать к этому случаю. Почему такое происходит? Потому что мы используем всегда, конечно же, свой опыт. Опыт в нашей голове это хорошая штучка, потому что это набор определенных предсказуемых ситуаций, которые же помогли нам сделать какие-то выводы из прошлого и поставить какие-то прогнозы на будущее. Но, к сожалению, вернее даже к счастью-то, на самом-то деле, все ж люди, они настолько уникальные, настолько разные, да, как снежинки, что никогда ни один совет, кроме моих инструкций, которые я, и памяток, потому что они, я уже реально проверила, что они универсальные, да? То есть справедливые, ну, в большинстве случаев, но и то не во всех. Но они обладают научно доказанной эффективностью. Но в любом случае, какой-то совет, короче говоря, да, или какая-то рекомендация, ее все равно надо подстраивать под уникальность случаев, ситуацией этого человека. То есть опыт любой, он только может нас приблизить, приблизить к приблизительному пониманию этой проблемы. Но мы никогда не должны вот эта ситуация думать, что она прям вот такая же, как вот эта, да? Потому что наш опыт, он зачастую может быть, а, ограниченным, б, негативным. И вот последнее, да, почему мы не можем качественно оказывать эмпатию? Потому что, когда мы что-то советуем или приводим какие-то примеры, мы делаем это как с человеком? Так, как мы обращаемся с собой. А большинство людей с собой обращаются очень и очень плохо. Да? Как ты думаешь, стоит мне написать вот этой девочке, которую я люблю, которая мне нравится? Нет, конечно, не пиши, она тебя отвергнет. Как ты думаешь, мне стоит бросить эту работу, которую я не люблю, и устроиться на ту, которую я люблю, но она мне будет сначала приносить мало денег? Нет, конечно, ты что, ты как будешь семью кормить? Да? То есть мы себе ограничиваем что-то потолком, и мы и другим людям то же самое советуем. Ну, а что люди делают со своей жизнью, это известно что. Да? То есть сплошные самоограничения, нет, негативные прогнозы на будущее и недостаточное использование ресурсов, скажем так, которые нам может предоставлять окружающая среда. Именно в силу как раз таки вот этого негативного опыта, не только нас самих, нашего личного жизненного опыта, но и опыта поколений. Опять вернусь к маме своей любимой, которая мне давала советы, которых я, кстати, не просила. То есть можно их считать навязчивыми какими-то рекомендациями. Вот я встречалась, у меня был первый парень, самый-самый такой первый, с которым я вот именно встречалась, Фаридик. Господи, такая лапочка, красивый, умничка, добрый-добрый такой человек, очень хороший мальчик. Вообще просто солнышко. Он так все мягко, нежно, по-доброму делал. Ну вообще, просто великолепный мальчик. Татарин. У нас в Оренбургской области татары это самые красивые персонажи вообще, потому что они такие, как гетерозисная рожь, гибрид между русскими и татарами, как правило. Голубые глаза, темные волосы, высокий рост. Он вообще красавец. Короче, идеальный мальчик. Но нет, нельзя, потому что мусульманин. В итоге она мне так продолбала темечка, в общем, что в итоге из-за того, что, ну вот представьте, мне там типа 16 лет, да, ему типа 16 лет. Ну конечно же мы поженимся, да, естественно, первый парень это приговор. То есть, ну естественно, что если бы она просто оставила в покое, то там через годик, может и побыстрее бы и сами мы бы и расстались, да. Это было, по-моему, очевидно для всех. И для Фаридика, и для меня, и для моей мамы. Но почему-то она решила прямо пресечь эту историю на корню, да. То есть она мне рассказала про то, что с татарином нельзя встречаться, потому что они мусульмане, а мы православные, а мусульмане это кто? Плохие люди, агрессивные и так далее и тому подобное. То есть ее совет, который был мне дан, был абсолютно неадекватный, абсолютно не подходящий под мой индивидуальный случай. И который никому, собственно говоря, пользы особо не принес и можно было его вообще не давать. Или те же самые советы, которые там, ну опять же даются там в любовных отношениях, да. Тоже недавно такой прикольный ролик смотрела, типа девушка с парнем целуются, любят друг друга. И тут выплывает такая табличка, низковат, а она типа выше него ростом. Или там разница в возрасте, разница во всем вот в этом вот, да. То есть все вот эти дебильные советы, короче, я поняла буквально только недавно. А из-за того, что мне мама давала совет, у меня потребность в этих советах осталась. Я иногда, нет, нет, да и спрошу, а как мне правильно сделать у кого-нибудь любого, да. Потому что сама чувствую уже неуверенность в себе в своей компетентности. Естественно, то, что меня человек подскажет, каким бы оно правильным, каким бы оно классным ни было, оно будет не мое. Оно мне не понравится, оно мне не подойдет. Я в итоге буду разочарована. Надо только своей головой думать, только самому, да. Есть разница между тем, когда мы помогаем человеку принять решение, либо мы ему советуем. Вот, поэтому советы только вред несут. А как же правильно? Как же правильно? А правильно так? Вот этот путь между тем, как он нам сказал, и тем, как мы ему ответили, мы должны максимально удлинить. Максимально удлинить. Вот он нам рассказал, это точка А. И только через два часа, примерно, если так возьмите, минимум, вы должны с ним вот это кое-что тут его покрутить, помариновать. И только потом в конце, если в этом останется необходимость, тогда вы его сможете или утешить, или дать ему советы, или еще что-то сделать. Сейчас мне надо два часа с ним обещать это раскладывать? Или два часа раздавать? Нет, эмпатизировать ему два часа. Да, то есть делать с ним вот кое-что, что я сейчас расскажу. Первое. Мы должны, опять же, избавиться от всех своих мыслей, мнений и оценок по поводу него. Мы его не знаем. И с такой предпосылки мы должны исходить. Хотя, конечно же, нам кажется, что мы его знаем как облупленного. Ну, это нам только так кажется. Это наша интерпретация, которая возникла у нас на основании нашего жизненного опыта. Мы должны воспринимать его как младенец. Абсолютно непосредственное восприятие. Или как какой-то инопланетянин. И вот только что мы как младенец. И мы ничего не знаем. У нас еще не запятнанное восприятие. Мы про себя ничего не знаем. Про себя мы знаем. Про себя мы знаем. Но, если мы, например, даже знаем про то, какие у нас потребности есть в отношении этого человека, мы от них сейчас отказываемся. Все. Это просто типа как а-ля, представьте, душа, которая пришла в этот мир, типа одна и уйдет из этого мира одна. Или как какой-то гость, например, который приехал к вам на некоторое время погостить. Но вы не можете как бы зайти на его территорию очень уверенно, да? То есть как максимально как бы незнакомого человека, которого нам еще предстоит только узнать. Вот. И второе, что мы должны сделать, это подарить ему свое внимание. То есть мы ему должны подарить не вот эту суету, совет, утешение или еще что-то. Не вот этот вот кипиш, да? Какая-то типа а-ля помощь. А самая главная помощь, это просто побыть рядом с ним. За счет этого усилится его чувство, осознание себя. И он сам гораздо быстрее придет к результату за счет этого. И гораздо качественнее. А если от него этот запрос, то что ты молчишь? А вы не будете молчать, вы не будете молчать. Это я говорю просто как настроиться. Значит, самое правильное, да, что я хочу донести вообще до аудитории. Это не только то, что делать именно. Но очень важно, это именно атмосфера какая должна быть. Атмосфера это и есть отражение мировоззрения, правильного настроя. Это какое-то необходимое условие, только если делать не что, а как делать. Только если как делать, то тогда получится. То же самое, как мы качаем попу, да, например. Мы садимся, приседаем просто так, а в это время сидим в телефончике. Но нет. Если у нас идет умственный акцент на эту ягодичку, и мы ее прочувствуем. Такая тупая. Тупой пример. Ну, в общем, самое главное нам надо создать именно атмосферу. Потому что эмоции очень сильно чувствуются другими людьми. И если мы занимаемся отношениями, то самое главное это атмосфера безопасности, доверия, интереса, любопытства, умеренного позитива. То есть трезвого, но оптимистичного настроя. Так. И все, настроились, да, подготовились. Что мы делаем дальше? Вот нам человек рассказал какую-то часть своей истории. Теперь вспоминаем ненасильственное общение. Представьте, что он нам рассказал факты. То есть первый пункт. Значит, что мы должны следующее сделать? Это понять его эмоцию. И мы у него спрашиваем. Тебе грустно стало из-за этого? Или, а, то есть ты боишься то-то, то-то? То есть мы называем одну из вот этих восьми базовых эмоций. Одно из восьми слов говорим. Уточняем в форме вопроса. После этого он говорит да или нет. Если он говорит нет, мы называем одну из семи оставшихся эмоций. То есть мы пытаемся понять его эмоцию. И после этого мы пытаемся понять его потребность, которая стоит за этой эмоцией. Блин, как меня достал этот упырь. Ты злишься на него? Да. А за что? Да за то, что он так со мной обращается. Я уже не могу. Он меня вообще задолбал. А чем он тебя задолбал? Да он вообще козел, короче, какой-то. И начинает там рассказывать, рассказывать. Потом говорит. А, то есть ты злишься, потому что не удовлетворена твоя потребность в том, чтобы он тебя уважал и ценил. Да. Ну, а потом вы можете уже спросить там. И логически отсюда вытекает вопрос. Ну, а что ж ты не изменишь эту ситуацию? Опа. Верхушка айсберга закончилась. И тут начинается самое интересное. Даже не знаю. И тут вы опять со своей одной из восьми. Может быть ты его боишься? Боишься? Да. А что ты его боишься? Да я не знаю. Он такой это самострогий. Ну и все. И уже пошел настоящий разговор, да? Значит, дальше. Смотрите. Он нам рассказал часть фактов. Мы угадали его эмоцию. Мы определили, какая потребность за этим стоит. После этого опять пошла новая часть фактов. Новая эмоция. И новая потребность. В итоге, пока он вам рассказывает. Вы с ним долго-долго сидите разговаривать. Представьте себе, что вы психоаналитик. И к вам пришел человек на сеанс. Или что он едет вместе с вами в поезде. И вам еще до утра. Часов пять-шесть с ним ла-ла-ла-ла-ла-ла. Языками. Что надо делать? После того, как вот это произошло. Он вам рассказал эту серию. Вы должны пересказать эту историю своими словами. А он пускай вас поправляет. Вы будете говорить, спрашивать. Да или нет. Не-не-не. Вот сейчас не так было. И начнет вам рассказывать. Уже точнее, яснее. Сам поймет. Уже начнет рассказывать, как же было на самом деле. Что еще? Вот как я училась быть вот этим психоаналитиком-то. Сначала, когда ко мне приходит клиент на сеанс. Первые-первые сеансы. Они мне что-то рассказывают про свою жизнь. И я думаю, так, я сейчас должна дать интерпретацию. Вот меня в институте научили, что надо давать интерпретацию. Я раз такая и даю интерпретацию. А он такой говорит, нет. Почему? Очень мало расспросила. Чем больше расспросите, вот чем больше расспросите, потом уже может интерпретацию никакой не надо будет говорить. У нас в институте еще потом так учили, что мне понравилось. Самая лучшая интерпретация, это та, которую клиент понял сам. То есть вы должны его так подогреть. Пирожочек должен так пропечься, что он сам себе уже эту интерпретацию даст. Поэтому вопросов должно быть очень много. Если вы привыкли один-два вопроса задать и думаете, что уже все поняли и вы вот-вот готов. Нет. Сто на каждую фразу. И потом, как же я училась быть психоаналитиком? Я брала любую фразу человека. Например, мама меня не любит. Я чувствую, что мама меня не любит. Я на нее училась задавать 10 вопросов. Каждому слову из этого предложения по три вопроса. Вот. Еще очень классное мне нравится. Никогда не надо говорить почему. Мне грустно. Почему? И вот плохие психоаналитики, они так и делают. Им что-то рассказывают, рассказывают, рассказывают. А почему? И все остальное предложение тупо пересказ фразы этого человека. То есть мы должны быть очень изощренными в задавании вопросов. И что, и как, и где, и зачем, и с какого времени это началось, и какие это имеет последствия и так далее и тому подобное. Плюс идут предположения по поводу эмоционального состояния этого человека. Вот так вот. То есть вы должны учиться прямо тренироваться, задавать эти вопросы. Как? Не чисто механически. А подумайте, а что именно вам самому интересно было бы узнать и прояснить? Какой аспект вам представляется наиболее неясным? Или какие-то логические противоречия, которые можно устранить, именно задав этот вопрос? То есть вот что? Что? Вот просится как-то. Что-то где-то, если вам непонятно, туда направляйте свое внимание и там тоже. То есть мы как луч прожектора, который, знаете, как делаем панораму, панорамную фотографию. Мы ведем медленно и на каждом кружочке останавливаемся и фиксируемся. И делаем это так, пока мы все пространство не исследуем. То есть это исследовательский такой процесс. Еще раз я делаю вопрос, который когда вы дать. Потому что в два таких ситуаций, когда ты с чьей-то общаешься и понимаешь, что он что-то делал неправильно. И ты не знаешь, как ему там сказать, потому что он же пришел к тебе поделиться. Да. Такую больную. А ты сейчас на него вывалишь, слушай, так ты сам реально виноват еще раз. Да. И поэтому вот то, что вы сейчас сказали, вот это максимальное количество вопросов и вот вечера, и вот качество вопросов, которые мы задаем, качество и количество, оно помогает человеку самому это понять. То есть кто нас, какие вопросы ты задашь, поможет ему самому увидеть, что он что-то сделал, возможно тоже не так. Не только кто-то, кто его как-то по-моему не назвал, а он сам. Да. И тебе ничего не надо же делать. Вот у меня по этому поводу пример есть. Отлично. Значит, ну и все, это все в принципе. То есть последний пункт, это уже после того, как человек полностью выразил себя, и оба уже такие, фух, типа устали, наговорились. Вот тут еще, если надо, то можно как бы в виде итога какой-то там или советик, или свое мнение, или еще что-то, если в этом есть необходимость. Вот. А по поводу примера. Значит, вот эта памятка, это тоже из книжки «Ненасильственное общение». Ну, немножко такая измененная, переработанная, да. Ну, база оттуда. И вот там был такой пример. Значит, женщина и мужчина. Мужчине поставили диагноз «рак» на терминальной стадии, и он скоро умрет. Он лежит в больнице, его жена за ним ухаживает. Она подходит к медсестре и говорит, «Позовите мне врача, я требую жалобную книгу, пускай она срочно ко мне подойдет». Медсестра говорит, «А что случилось?» «Да она вообще безобразна с моим мужем, там что-то она ему неправильно назначила». Она ей говорит, «Кажется, вы злитесь на то, как себя повел этот врач?» «Да, я злюсь на нее!» «А что именно, по вашему мнению, она сделала не так?» «Она запретила ему вставать в постели после последних анализов». И медсестра говорит, «Кажется, вы беспокоитесь по поводу того, что если будут предприняты какие-то неправильные действия, то вашему мужу станет хуже». «Да, конечно, я беспокоюсь из-за этого! Я вообще боюсь, что он умрет!» «А, вы боитесь, что он умрет?» «Да, я боюсь, что он умрет!» «Я вообще не знаю!» «Да, боюсь, что он умрет!» «Почему вы боитесь, что он умрет?» «Из-за того, что вы боитесь его потерять!» «И вам, конечно, очень тяжело переживать эту ситуацию!» «Да, еще моя дочь!» «Сволочь такая!» «Она не выходит на связь!» «Мне не звонит!» «Я еще и с ней не могу ничего обсудить!» «Кажется, вам хотелось бы получать больше поддержки какой-то моральной в этой ситуации?» «Да, конечно, мне хотелось бы!» «Да еще и он сам, этот хрен старый!» «Со мной ничего не может обсудить!» «Посмотрите на него!» «Он лежит, молчит!» «И вообще со мной в контакт не вступает!» «Кажется, вам хотелось бы обсудить с мужем эту ситуацию, которая сложилась у вас сейчас в вашей семье, в ваших отношениях?» «Да, конечно же, мне хотелось бы этого!» «Поговорите с ним так же, как вы поговорили со мной!» «Она подходит к этому мужу и говорит...» «Что вы думаете по поводу того, что ваша жена мне сейчас говорила?» «Да, я тоже согласен, что нам надо обсудить эту ситуацию!» «А что вы чувствуете, когда она говорит так?» «Я чувствую себя...» «Я ее люблю!» «Ну хорошо, давайте я вам помогу!» «Вы готовы поговорить сейчас с ней об этом?» «Да, давайте попробуем!» «Я знаю, что это надо сделать, пока я не умер!» «Хорошо!» «Как вы себя чувствуете в связи с тем, что знаете, что у вас стоит такой диагноз и вы скоро умрете?» «Я чувствую себя не очень хорошо!» «Это не эмоция!» «Поэтому мы начинаем гадать!» «Вы боитесь умирать?» «Нет, не боюсь!» «Вы злитесь из-за того, что этот диагноз произошел именно с вами?» «Чувствуете несправедливость?» «Нет, не чувствую!» «И тут она говорит свою эмоцию!» «Хм, я чувствую растерянность в связи с тем, что я уже перечислила две и никакая из них не оказалась правильной!» «Может быть, вы сами не скажете, что вы чувствуете?» «Да, я чувствую, что я переживаю за свою жену!» «Я не знаю, как она справится!» «И мне грустно умирать из-за того, что я знаю, что она останется без меня!» «Ну и все!» «После этого они уже начали обсуждать это друг с другом!» То есть любая ситуация это многоуровневая, комплексная, потому что эмоции это что? Эмоции это элементарный атом, частичка. Эмоции складываются в чувства, чувства складываются в настроение. Любая ситуация неоднозначно включает в себя много разных аспектов. Мы все должны их оценивать, проговаривать и учитывать. Еще один маленький подпунктик. Что делать, если у нас закончился ресурс вдруг? Вот мы слушаем, слушаем и устали. Бесит уже нас этот тупица, ему хоть кол на голове тиши. Надоело разговаривать, да? В этой ситуации, если у нас закончился ресурс, мы должны первое, проявить эмпатию к себе. Подумать, я уже чертовски устал из-за того, что мне приходится его слушать. Это не удовлетворяет мою потребность. Я сам хочу сейчас поддержек и обнимашек. И вы можете ему беззлобно об этом сказать. То есть любая эмоция, когда она не выраженная, это всегда только как потенциальная энергия. А когда любая эмоция выраженная, она превратилась в реально существующий факт. И это уже как энергия кинетическая. Если мы выражаем в ненасильственной форме свои чувства по поводу сложившейся ситуации этому человеку. Например, в каких это может быть ситуациях? Например, ваш партнер, ну не ваш партнер, ну кого-то, например, партнер, находится в депрессии. Настоящей клинической депрессии. Среднего такого уровня интенсивности. Этот человек каждый день подходит и говорит, вот мир говно, все будет плохо, все так бессмысленно, я не знаю чем мне заниматься, все люди такие тупые, у нас экология скоро развалится, капитализм дерьмо, я вообще не могу найти себе место, давай куда-нибудь уедем, я не знаю как дальше жить, меня все вздолбало. Вот мы слушаем, 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 вопросы задаем, эмпатизируем, там иногда и утешаем, иногда и поддерживаем. Все, чувствуем, что у нас закончился ресурс, спокойно и аккуратно говорим. Да? Сейчас пока я тебя слушала, я тебя очень люблю, но я уже устала, сил моих больше нет, уровень негатива уже за край перелился, я должен пойти отдохнуть. Извини, сорянчик, ничего личного. И еще что мы должны сделать, если мы чувствуем, что у нас ресурс закончился, мы просто самое главное не начать проявлять насилие. То тут эмпатия, эмпатия, раз, насилие вылезло. То есть если мы устали, нам надоело, мы видим, что мы уже не справляемся, спокойненько, аккуратненько вынимаем себя из этой ситуации, отдыхаем, и потом, когда опять ресурс появился, заходим и продолжаем разговор. Это как профилактика такая. Ну а подводя выводы, можно так сказать, что если мы берем, допустим, нашего потенциального какого-то собеседника, да, человека, с которым у нас идет этот разговор, ему может быть от нас нужны разные вещи, в зависимости от уровня развития его психики. Если это практически психически здоровый человек или психически здоровый человек, или невротик, высоко структурированный, то ему от нас не нужны советы. Помните, как моя мама и я? Мне не нужны от нее советы. Мне нужны мои собственные взгляды, ценности и вкусы, которые я сформирую, если я прислушаюсь к своим эмоциям, к своим потребностям. Ему не нужна ваша оценка этой ситуации. Ему нужно только, чтобы вы его внимательно послушали и задали ему как можно больше вопросов. Почему? Пока мы сами с собой в своей голове что-то варим, какую-то кашку, да, она у нас и есть кашка. Ничего не разложено по полочкам. Мы сами себе противоречим. Один факт оттуда цепнули, другой факт отсюда. Их связали, сами с собой поспорили, самого себя запутали. Только когда мы рассказываем, это все выливается у нас как на скатерти, да. Вот, поэтому нам надо помочь человеку эту ситуацию для себя внутренним взором осветить. А дальше он сам все соотнесет, сложит и примет сам решение. Второй вариант. Если человек вообще не уверен в себе, запутавшийся такой, очень-очень слабенький, не очень у него еще до конца развита своя идентичность. То есть примерно это соответствует психологическому уровню развития ребенка от трех до шести лет. Когда ему еще нужны, когда он еще находится в процессе роста, формирования, развития психики. Ему еще нужны какие-то идеалы, образцы для подражания, какие-то примеры, на которых он может учиться. И он вас очень сильно идеализирует. И вы сами себя воспринимаете как более старшего, чем он, а его как более младшего. Например, это может быть физически ваш ребенок. Или это может быть ваш какой-нибудь подчиненный, вверенный вам судьбой, какой-то ваш подопечный. То тогда вы можете дать ему свою оценку этой ситуации, как более взрослый и развитый человек. Который действительно имеет гораздо больше опыта. То есть в первом случае человек имеет примерно равное с вами количество опыта, он просто другой. Но он такой же богатый и такой же тонкие нюансы его внутренней личной жизни. А тут он еще как такой цыпленочек немножко. И вы ему рассказываете. А если это вообще не структурированный какой-то человек, с расстройством личности каким-то, то вы ему можете давать советы. То есть реально его уже переучивать. Естественно, когда мы находимся в каких-то близких отношениях с людьми, то вы не можете брать на себя функцию, роль психоаналитика, гуру, учителя и еще кого-то. Может быть, даже если он вас об этом просит. Поэтому, конечно, чем более не насильственно, чем более это не директивно, все тактично и деликатно, тем, я думаю, это будет лучше для него. То есть видите-ка, что это по уровням вот так вот градация идет, а это не все в одну кучу. У меня все. У меня все. Продолжение следует... Редактор субтитров М4